Всем привет! Меня зовут Анастасия Тарасова, а это программа Stories на телеканале Atomicen Business. Каждый день наша команда находится в поиске интересных историй из мира современного искусства и креативных индустрий. И каждую неделю мы продолжаем делиться с вами своими открытиями. Уже третью неделю, как мы вместе с вами находимся на карантине в режиме самоизоляции. В Алматы вчера выпал снег, на улице, несмотря на то, что там почти середина апреля, 0 градусов. И от такой погоды и от соответствующего настроения может спасти разве только родной диван, теплый плед и, конечно, хорошее кино. Именно о нем, а точнее о том, кто его делает, мы с вами сегодня и поговорим. Есть несколько человек, с которыми я очень давно хотела записать интервью, но поймать их в городе совершенно невозможно. Бесконечные съемки, поездки, фестивали. И вот как бы это сейчас парадоксально не прозвучало, но именно благодаря карантину, пока мы все сидим дома, у меня появилась такая возможность. Герой нашей программы сегодня знаменитый казахстанский каскадер, руководитель казахстанской каскадерской команды «Номад Станц» Жайдарбек Кунгужинов. Жайдарбек, добрый день. Здравствуйте. Огромное спасибо, что нашли время ответить на вопросы нашей программы. Я уверена, нашим зрителям будет очень интересно узнать самые яркие подробности из вашей жизни, из вашей работы и последнюю новость вашей каскадерской команды. И мой первый вопрос такой. Мы все с нетерпением ждали премьеру фильма «Мулан», которая должна была состояться 27 марта и которая отложилась из-за карантина. Жайдарбек, могу я вас попросить рассказать о самых ярких моментах в работе над этой картиной? В данное время я нахожусь дома, но не в городе. У нас есть база. То есть я когда-то ее создавал как ферму, потом начал строить каскадерскую базу. То есть у нас здесь есть все условия для тренировок. Поэтому мы здесь. Я со своей семьей, несколько ребят со мной. Мы здесь не сидим, работаем. Как всегда много работы. Земля большая. То есть и параллельно ведем тренировки, снимаем какие-то интересные сюжетики для нас, фотографируем. То есть мы не можем просто сидеть, поэтому здесь на базе решили остановиться и что-то делать. Потому что просто сидеть сложно. Но, конечно, никуда не выезжаем. Так как территория большая нам позволяет здесь. То есть можем ходить, ездить на лошадях, тренироваться. У нас есть спортзал. То есть в какой-то мере нам повезло на этой самоизоляции. Спасибо. Духи предков. Прошу защитить ее. Твое имя, солдат. Хуа Цзюн, господин. Сын Хуа Цзюн. Мы сделаем мужчин из вас. Из всех без исключения. Закрыть ворота! Жайдарбек, сейчас вы находитесь дома. Судя по фотографиям с вашей личной страницей в Фейсбуке, это какое-то потрясающее место. Но, кроме того, это и ваша тренировочная база, верно? Да. Пример Мулан мы ждали, к сожалению, отложили. Но, по-моему, на 27 июня сейчас Дисней предполагает сделать премьеру. Ну, было интересно, потому что я всегда мечтал поработать именно с Дисней. Потому что я с многими голливудскими компаниями работал. И именно Дисней меня привлекает то, что эта компания снимает для детей и подростков. И очень интересные проекты, тем более сказка. Но интересный момент произошел именно на этой картине. Там главную отрицательную роль играл Джейсон Скотт Ли, которого я когда-то дублировал. И мне повезло, что я работал... Меня там уже пригласили актером, предложили быть актером. И мы с ним работали на одной площадке уже как актеры. То есть я не как аскадер, а именно как актер. И это было интересно. То есть неожиданная, приятная такая ситуация. Хотя я туда приехал именно каскадером. И готовил трюковых лошадей с ребятами. С нашей команды приехало... Ну, с моей команды было там 12 человек в общем вместе со мной. И дублером Джейсон Скотт Ли должен был быть австралиец. Он же азиат, каскадер с Австралии. Но так как оказалось, что мы лучше делаем все трюки, выбрали у нас Канат Кудьярова. И он был уже дублером актера главного... Который играл главную отрицательную роль. Но было очень интересно. Потому что мы снимали на двух островах. Новой Зеландии вторым юнитом. И мне какие-то моменты даже доверяли, что я заменял хорс-мастера с Новой Зеландии, Уэйна. Прямо на площадке. Потому что он говорил, ты лучше объяснишь ребятам, что делать, как сделать трюки и быстрее снимешь. Поэтому я общался с режиссером второго юнита. И помогал снимать многие сцены именно проскоков, перестроений, падений с лошадей. Было интересно. Ну и компания, Дисней. Встретил там, кстати, многих людей, с которыми я до этого работал. На «Неудержимом», на «Конане Варваре». То есть было приятно, что эти люди работают дальше на таких больших проектах. Но я надеюсь, картина всем понравится. И все-таки мультик очень хороший, «Мулан». И надеюсь, что фильм будет интересным, красивым. Расскажите, пожалуйста, а с чего началась ваша любовь к лошадям? Ну, любовь к лошадям – это с детства, потому что я вырос в поселке. У нас дома были лошади. И, в принципе, с детства ездил на лошадях. Со временем начал заниматься с ними профессионально. То есть я начал работать в Союзгосцирке в Москве. После развала Союза переехал в Казахстан, на родину. И вот начал работать в Алматинском цирке. Затем стал работать как каскадер в Казахстане. И сейчас, в принципе, по всему миру – Голливуд, Болливуд. Работаем на лошадях. Уже познаем другие породы лошадей. И тренируемся, тренируем их. Узнаем что-то новое. Но лошадь – это как человек. То есть они разные. Как люди. Это очень интересно. Это занимает всю мою жизнь практически. Понятно, что сейчас многие кинопроекты отменены или отложены. Но возможно ли нам рассказать, куда направится ваша команда «Ноумад Станс» после карантина? Надеюсь, карантин скоро закончится. У нас перед карантином было несколько планов. То есть это большая болливудская картина. Несколько проектов в Казахстане. Проект в Чехии. Проект в Болгарии. Я думаю, после окончания карантина первая поездка будет в Болгарии. Это будет очень интересный проект. Не кино. Похоже на кино. Будет снимать очень знаменитый режиссер. Пока не могу об этом говорить. Пока не подписал контракт или не отработал. В Чехии тоже будет хороший, интересный проект. Современный. Также в Болливуде будет большой проект исторический. Работа около 7-8 месяцев. Месяц подготовительный. Меня туда пригласили уже экшн-директором. То есть мы сами будем ставить, сами снимать. Вторым юнитом весь фильм. Это большая картина. И уже поступило пару предложений еще с иностранных компаний. Оно будет известно после карантина. Потому что уже плотно начнем обговаривать количество каскадеров на Матстанс. И время. И наши возможности. Жайдарбек, не могу не спросить такой вопрос. Как можно стать частью вашей команды? Прямо говоря, где сегодня учат на каскадеров? Ну, в нашу команду можно попасть. С одной стороны, это сложно. С другой стороны, легко. То есть у нас, так как в команде насчитывается 86 человек профессиональных каскадеров. И есть у нас очень большое количество иностранных каскадеров. То есть с других стран. То есть это уже на Матстанс международная команда. Поэтому сейчас условия и требования к молодым каскадерам ужесточились, можно так сказать. То есть человек должен уметь многое. То есть он должен заниматься акробатикой, какими-то боевыми единоборствами. И, в принципе, подготовленный человек, чтобы мы меньше уже времени тратили на подготовку. Так как у нас времени мало обучать людей. Обучение людей проходит обычно больше трех лет. Поэтому много времени это займет. В данное время я не набираю людей. Но каждый год стараюсь одного человека выбрать. Это тоже зависит от количества работы в Казахстане и за границей. Ну, обычно не обучают. Просто так в Казахстане нет каскадерской школы. То есть это, по мне, это просто зарабатывание денег, скорее всего. Потому что за границей очень много готовят. Но не все там занимаются. То есть не все попадают на съемочную площадку. То есть я думаю, что проще, правильнее и честно будет брать в команду, обучать, чтобы этот человек потом работал в кино. Поэтому как таковой школы нет. И вряд ли это будет у нас. И мой, наверное, последний вопрос сегодня. Джайдар Бек, расскажите, пожалуйста, как вы используете это время, когда, наконец, удалось побыть дома и никуда не спешить? Ну, вопрос сидеть дома. Сидеть дома сложно. Тем более, когда есть планы и когда ты планируешь, очень много проектов планируется за год вперед, я знал в прошлом году, что и где буду, где буду работать, что я буду делать. Поэтому сложно сидеть дома. Но мне повезло, что есть база, где можно тренироваться. И это больше плюс. Потому что просто сидеть в квартире было бы тяжело, пришлось бы, но было бы очень сложно. Мне повезло, что мы здесь. И, в принципе, всей семьей я рад, я счастлив. Потому что времени не хватает, на самом деле, проводить с семьей. Потому что с утра уехал, ночью приехал. И если съемки, 3-4 месяца у тебя точно нет. С одной стороны, это хорошо. С другой стороны, это непривычно. Но я думаю, после карантина мы нагоним это. Но бывают проекты иногда, когда приезжает семья. Или же мы работаем с супругой вместе. У меня старший сын работает со мной в команде. Поэтому немножко полегче с этим. Но маленьких детей видеть оплата чаще, конечно. Ну, они тоже в садике, на тренировке. Старший сын тоже в школе и на тренировке. То есть они тоже заняты, в принципе. Так сказать, что мы все свободны и сидим обычно дома? Нет. Но этот момент тоже одно из хороших моментов, я думаю. Потому что мы сейчас все вместе. Все вместе сидим, вместе завтракаем, ужинаем, обедаем. Чего мы не делали раньше. Потому что все кушали, когда кто успевал. В этом есть плюс. Огромное спасибо Жайдарбеку за то, что смог найти время и ответить на наши вопросы. Конечно, еще больше хочется, чтобы карантин поскорее закончился. И, конечно, бежать в кинотеатр и смотреть на крутую работу наших каскадеров. А пока, пока мы все с вами не можем ходить в кинотеатры, я приготовила для вас немного полезной информации о киноресурсах, которыми можно воспользоваться в период карантина. На фоне эпидемии огромное количество онлайн-кинотеатров открыло бесплатный доступ к своему контенту. Акции продлятся как минимум до конца апреля. Так, например, онлайн-кинотеатр «Премьер» разрешил бесплатный просмотр самых последних новинок среди телесериалов. Библиотека фильмов и сериалов, а на просторах онлайн-кинотеатра «ОККО» можно найти не только хорошее кино, но и записи великолепных спектаклей. Так, например, в моем личном списке специальная программа фестиваля «Золотая маска», где можно посмотреть последние постановки Кирилла Серебренникова и Андрея Могучева. Итак, дорогие друзья, программа «Сторис» на телеканале «Атамикет Бизнес» уже третью неделю работает в режиме карантина, в режиме самоизоляции. Но, несмотря ни на какие обстоятельства, мы продолжаем работать для вас, для вас, наши дорогие зрители. Вот эта импровизированная студия работает у меня дома 24 часа в сутки. Мы делаем все возможное, чтобы наша программа продолжала выходить и чтобы мы с вами оставались на связи. Так что до встречи через неделю на телеканале «Атамикет Бизнес». Меня зовут Анастасия Тарасова. Увидимся. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова